Здравствуйте, уважаемые зрители, гости, подписчики моего канала. Вот, продолжаю дальше делать Ивеку. Задул глянцевым лаком. Как видите, дал ему хорошо просохнуть. Так как задувал обильно, задувал футурой. Хорошо ровно легла. Дал просохнуть около двух суток. Как видите, нечаянно выдавил стёклышко. Но это потом уже, когда буду снимать маски, его вставлю на место. Или дверь сниму, или через люк постараюсь заклеить. Отваливаются лишние детали. Тоже потом приклеим. Значайно рукой зацепил. Сегодня будем делать декали. Переводить декали. Не знаю. Покрыл модель хорошо, ровненько, глянцем. Поэтому, может быть, даже сегодня буду без маркфита. Наверное, им не буду воспользоваться сегодня. Но посмотрим. Если декали будут хорошо ложиться, то и приваривать их не придётся. Так как всё-таки боюсь, что футура может... Может немножко побелеть. Как бы у неё есть такое свойство. Когда томиевскими лаками пользуемся, то вообще никаких проблем нет. Вот. Они не боятся. Химии ничего не боятся. Вот. Как-то раз одну модель делал обильно. Хотел приварить. И в итоге получил, что модель побелела. Точнее, вокруг. Потом, когда лаком покрыл, опять сверху глянцевым, оно как бы устранилось, но всё равно как-то боязно. Посмотрим. Вроде бы хорошо декали ложатся. Но, в принципе, сверху... Сверху можно немножко размягчить их. Сильно не покрывая. А уже под саму декаль я мазать не буду. Вот так вот. Пусть просыхает. Посмотрим. В принципе, вот эти декали мне понравились. Декали мне понравились. Довольно-таки неплохого качества. Сейчас надо будет взад на корму на багажник перевести. Здесь придётся маркфитом пройтись, чтобы она хорошо не легла. Или, может, её даже потом разрезать ножом придётся. вот так. А нет, она как раз ложится по кромке багажника. Да, здесь надо будет её размягчить хорошенько. Вот так вот получается. Потом сверху всё равно буду задувать лаком. Немножко уберём излишки воды. Вот, смотрю, большая декаль немножко. Всё-таки она грубовата за счёт своих размеров. Главное, чтоб её Максфит размягчил. Аккуратненько. В принципе, если сзади побелеет не страшно, я его всё равно планирую делать пыльным. загрязнить немножко, так как всё-таки в Афганистане техника была довольно-таки запыленная. Ничего. Будем втирать. Пусть немножко постоит. Подождём. Посмотрим, что получится. Подождал, пока подсохнет. Хотя несколько раз пришлось обильно ещё смазать Максфитом. Ну, жду. Жду, смотрю результат, какой получится. Вот как получается. Всё-таки какие-то жестковатые. Жестковатые декали. Звезда намного лучше обрабатывается Максфитом. Сразу размягчается и без проблем. А тут, не знаю, приходится разравнивать. Всё равно не хочет хорошо ложиться. Наверное, намочу я ещё раз. Пусть ещё постоит. В принципе, я смотрю, вот не попадаю на лак, аккуратно стараюсь. В принципе, ничего не белеет. Ну, лучше не рисковать. Пока продолжим делать другие декали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Подсохли декали. И вот какой получился у нас результат. С декалями конечно бронеавтомобиль более оживился и стал уже выглядеть как боевая единица. Теперь что нам осталось? Осталось сделать смывку, потом сделать масляные точки и запылить. Смотрите. Смотрите. Следующие мои части. Будем доделывать его. Ставить на колеса. И смотреть на получившийся результат. Но я уже скажу вам ребята результатом доволен. И камуфляж довольно красиво смотрится. С декалями вообще. Стало интереснее машина выглядеть. Спасибо друзья за просмотры. Спасибо за комментарии. Спасибо за внимание к моим работам. До встречи друзья. Всех благ вам и вашим близким. Субтитры сделал DimaTorzok